Да, у вас нет что ли? У нас уже сегодня праздновать. Первые поздравления от колоритного коллектива достаются автоинспекторам. И минуты не прошло, как за своей порцией новогоднего настроения подошли и прохожие. С Новым годом вас! С Новым счастьем! Удачи вам! А вам, молодые бабушки, огромного всем счастья! Автоинспекторы, работники 47-го детского сада и специалисты учреждения безопасности дорожного движения вышли провожать уходящий год и немного раньше времени встречать новый. 2023 объявлен в Татарстане годом национальных культур и традиций, и потому поздравления звучали на двух языках. Водители не только поздравляли, но и напоминали о правилах безопасности на дорогах и на вопрос автоинспекторов, какие правила важнее, автомобилисты отвечают. Ну, это очень серьезный вопрос. Я частенько бываю за городом, ну, страшно ДТП, это, это, это... Поэтому, как бы, правила, наверное, все важны. Она написана, как бы, ну, кровью, жизнью. Место для проведения акции улицу Герцена выбрали не случайно. Это одна из самых оживленных городских магистралей. В этом районе два детских сада и несколько крупных магазинов. Главное, конечно, пожелать им безопасных дорог, соблюдение скоростного режима, соблюдение правил дорожного движения и пожелать им здоровья, счастья в наступающем новом году. Длинная прямая дорога зачастую соблазняет на превышение скорости. В середине декабря здесь произошло ДТП. Его результат – погибший пассажир и травмированный водитель. А я знаю этого мальчика, Ренат. Он еще в садике у меня стишок рассказывал. А вот сейчас он стишок знает. А с париком он Деда Мороза узнал. Дед Мороз – гармонист Григорий Кошелев и Снегурочка – педагог Гульгина Исхакова вместе со своими помощниками отвечают за национальный колорит и праздничную атмосферу. Когда есть на своих санях правила дорожного движения, соблюдайте? Ну, у меня в тайге очень дорога мало и много-много всяких пеньков. Дедушка сказал, что сани вместе с оленями оставил возле Абдрахманова. Альметьевские автоинспекторы уж больно бдительные. За езду на нестандартном транспорте могут и оштрафовать. Пешеходы пренебрегают правилами дорожного движения. Почему? Не знаю. Может быть, больше ответственности лежит на водителей. Поэтому там же в правилах так написано. Пёстрый творческий коллектив не удержался от того, чтобы остановить троллейбус и поздравить всех, кто был внутри. Мы говорим с детьми на разные темы. Одни из главных – то, что касается их безопасности. Пожарной безопасности – правила поведения на дороге. И водители бывают разные. Бывают очень культурные. Обязательно пропустят пешехода. А иногда попадаются те, кто даже скорость не сбросит. А молодым водителям в первую очередь нужно напоминать о правилах безопасности. От них в ответ пожелания соседям по полосе. Пожелал бы в следующем году поменьше аварий, поменьше штрафов. Ну и в принципе всего самого хорошего, чего бы вы хотели. Чтобы заслужить подарок, нужно быть не только законопослушным, но и знать минимум один стишок, а лучше танец. После всех поздравлений и напоминаний о правилах безопасности участники дорожного движения разошлись и разъехались отмечать главный праздник года. Продолжение следует...